Приветствую коллеги от аналитиков летных рынков и торговой идеи от компании TechMill и сами я, Артур Эдзиатуллин. Биржевые индексы США закрылись в близи максимумов во вторник, при этом фьючерсы на фондовые индексы США обновили рекорды в среду. Можно видеть, например, что фьючерсы на SP500, NASDAQ, Dow Jones, RASA 2004, 4 основных индекса, которые у нас характеризуют состояние фондового рынка США, они сегодня продолжают торговаться в плюсе. При этом, если мы посмотрим, что у нас было по SP500, можно видеть вот здесь, что здесь был прощупан новый рекорд в 1925 пунктов. Затем индекс немного скорректировался, но также торгуется сейчас на повышенной зоне. Что касается европейских индексов, они сегодня хорошо начали день, но затем не очень хорошо начала развиваться ситуация. Можно видеть, что по основным европейским индексам у нас есть минус, мешает расправить крылья новости по локдауну в ЕС, которые пока либо не собираются, не торопятся смягчать, либо эти локдауны ужесточают. Поэтому, собственно, прогноз там по открытию, по разморозке экономик, тогда, когда они смогут начать восстанавливаться нормальным темпом, постоянно откладывается этот срок и, конечно же, мешает росту фондового рынка. Все акции, которые заточены на реализацию накопленного потребительского спроса, которые росли, они сейчас, наоборот, тянут рынок вниз, потому что не оправдывается вся эта история, эти обещания быстро эти локдауны снять. В целом, позитивный тон торговли у нас задают две новости, два катализатора для роста есть. Это история с фискальными стимулами в США, новый пакет поддержки от администрации Байдена размером 1,9 триллиона долларов. Поступает по нему много новостей, именно позитивных новостей. И второй катализатор – это растущие темпы вакцинации в США. Напомню, что Байден обещал за первые 100 дней своего президентства обеспечить население 100 миллионов дозами вакцин, то есть провакцинировать 100 миллионов человек, грубо говоря. И вот недавно появилась новость, что Байден собирается, точнее, администрация распорядилась направлять вакцину напрямую в аптеки, напрямую в центры вакцинации. То есть попытаться как-то децентрализованно это делать, повысить децентрализованность, чтобы больше тех, кто может вакцинацией заниматься, они в этом принимали участие. Что также приближает этот момент, когда достаточное количество людей в США провакцинируют и, наконец, могут снять полностью ограничения. Что касается фондового рынка в целом, мирового фондового рынка в целом, мы можем посмотреть на следующий индекс, что вообще инвесторы, как они относятся к доходным активам в целом, то есть к рынку акций. И можно видеть, что, несмотря на неровную динамику в Европе, где-то рост США есть, там Азия хорошо растет, мы в целом видим следующее. У нас сегодня, точнее вчера на закрытии, у нас данный индекс, он обновил исторический максимум, вышел на новый максимум, 117,43 доллара. Ну это, в общем, как бы ETF, да, это не сам индекс, это некоторый фонд, да, который реплицирует акции, которые находят, составляют этот индекс. Но все равно, да, это вот торгующийся конкретный показатель, который вот говорит о том, что инвесторы думают вообще вот об акциях. Мы можем видеть, что просто немеренный аппетит к риску у нас есть, инвесторы продолжают вкладываться в акции, бегут они за доходностью, да, мы видим, что несмотря, несмотря вот на вот такую перекупленность, серсяешь, показывает нам, что, ну сколько тут, 85, наверное, пунктов, да, но он вышел значительно вот за вот эту границу, за 70 пунктов. Ну в целом, да, моментом, который у нас есть, он у нас говорит о наличии перекупленности, да. Ну видно, да, то, что начиная с февраля получается вот здесь, у нас вот такой вот резкий рост произошел в целом на фондовых рынках, то есть инвесторы, грубо говоря, с начала февраля просто ринулись, ринулись на рынок акций, это как раз таки отражено в данном МИТЕК, который продолжает обновлять максимумы. То есть вот важно следить за тем, за вот такими отдельными индикаторами, которые вот в целом характеризуют отношение инвесторов к фондам активов. Как мы видим, они продолжают наполнять, наваливаться, наводнять рынок, продолжают толкать его к новым максимумам, несмотря на то, что по технике, да, вроде какая-то должна коррекция произойти. Но, но, как я уже говорил, как я уже писал ранее, коррекция, если она и будет, это должен быть, на мой взгляд, такой быстрый, каковременный приходящий шок. Почему? Потому что не похоже, что вот такой вот рост, мы уже находимся, да, вот здесь на исторических, вблизи исторических максимумов, грубо говоря. После вот такой небольшой коррекции, вот такой уверенный скачок вверх, но он не мог произойти просто на нерешительности. Я, я как бы считаю, что это импульс, да, вот некоторые расчеты, отдельная группа инвесторов, кого-то, да, что это новый этап, новый этап роста на фондовом рынке, новый эпизод бычьего рынка, который вот как раз-таки поддерживается вот этими новостями, ожиданиями по, по вот этой огромной, по огромному фискальному стимулу США в 2 триллиона долларов. Также не нужно забывать, у нас сейчас на рынке из-за чрезвычайно низких процентных ставок, которые организовали центральные банки, у нас есть некоторый консенсус. Нужно искать доходность, нужно вкладываться в доходные активы, если не вкладываться в доходные активы, ты проиграешь. Вот такая вот нехитрая схема действий сейчас преобладает в умах инвесторов. Почему? Потому что если не в акциях, тогда где? В облигациях тоже, потому что там, понятное дело, ставки предельно просто низкие сейчас по инструменту фиксированной доходности. Банковские депозиты тоже самое, да? Вы, наверное, сами понимаете, сами сталкивались с тем, что действительно банковские депозиты не представляются сейчас, не представляются привлекательными, да? Поэтому нужно рассматривать что-то более доходное. И хорошим, хорошей альтернативой в данном случае является акция, является фондовый рынок, потому что дивиденды, потому что рост на капитал, да, прирост на капитал, все это доходность. И вот эта идея, она все больше и больше сторонников сейчас приобретает, да? Это вот все стимулируется низкими ставками. Поэтому если не в акциях, то нужно понимать, да, почему не в акциях, да, тогда куда? Куда, как бы, куда должен перетекать капитал, да? Куда он должен переходить, чтобы рынок мог корректироваться фондовым? То есть инвесторы должны предпочесть, что они должны, по сути, вывести средства, допустим, сократить всю долю акций в портфеле и увеличить долю чего-то другого, правильно? Ведь богатство капиталов же нужно где-то хранить. Собственно, поэтому если не акция, тогда что? Если вот на этот вопрос нет четкого ответа, нужно понимать, что несмотря на исторические пики, пики, максимумы, техническую перекупленность и так далее, это все, ну, не может преодолеть, не может, да, вот этот фундаментал, да, которым я говорю, поиск доходности, он не может его пересилить, грубо говоря. Вот, поэтому нужно вот понимать, что максимум, максимум, да, страшно, но если будет, если возникнет возможность куда-то перескочить в другие, да, активы, тогда, тогда это произойдет. Но сейчас пока нет для этого никаких перспектив, никаких предпосылов для этого. Поэтому, собственно, я, как бы, сторонник продолжения роста на фондовых рынках. Я вот и в начале недели, на прочей неделе говорил о том, что если вы следили, смотрели мои видео, я говорил, да, то, что у нас по SP500 движение будет однозначно вверх, даже несмотря на 3900 функтов, даже несмотря на новый максимум. На мой взгляд, продолжение роста будет именно, вот здесь, как мы видим, вот такое вот, вот такое вот резкое движение в общем, на мировом рынке вверх, говорит нам о том, что, ну, я считаю, что, да, часть инвесторов рассчитывает, что это новый эпизод, новый эпизод ралли. И вот это движение, оно нам об этом говорит. Среди краткосрочных катализаторов роста на фондовом рынке, я бы вот отметил, к чему стоит присмотреться, прислушаться. Это сегодняшнее выступление Джереми Пауа, главы ФРС. Он сегодня выступает поздно вечером, в 22 часа по Москве. А почему это позитивно? Ожидается, что он сделает благоприятные для фондового рынка намеки по поводу того, будет ли ФРС участвовать вот в всей этой грандиозной схеме со фискальным стимулированием. У нас начинает, да, как я уже сказал, постепенно проясняться вот ситуация с поддержкой экономики через госрасходы правительства. Инвесторы сейчас ждут сигналов об участии ФРС в этой схеме. Почему? Потому что держателям трежерис, облигации правительства совершенно не понравится, да, то, что правительство собирается взять еще огромный новый приток предложения на рынок организовать. Понятное дело, чтобы заниматься средством, нужно, чтобы финансировать реформу, да, финансировать стимул. Им нужно в любом случае выпускать облигации и продавать эти облигации на рынке. Поэтому держатели облигаций, понимая, да, что это может сейчас произойти, им, конечно, становится некомфортно, да, им, ну, нужно, как бы, их нужно успокоить, чтобы они лавинообразно не начали сбрасывать облигации, чтобы доходность трежерис не подскочила, чтобы процентные ставки рыночные не подскочили очень сильно и не помешали ФРС проводить свою мягкую монетарную политику. Нужно действовать, нужно за этим следить, собственно. Поэтому от ФРС ожидается, собственно, комментарий по поводу того, что они, вот, как они будут действовать вот в рамках, вот, как они будут сотрудничать с правительством США, будут ли они, вот, помогать ему выгодно занимать средства на рынке, выгодно продавать свои облигации, чтобы это было возможным, нужно потихонечку понемногу скупать, получается, облигации с рынком, да, ну, как бы, как бы форму количественного освещения, КУЕ, да, какую-то организовать, да, чтобы держать стоимость заимствования на рынке низкой, чтобы держать, чтобы сохранять спокойствие инвесторов на рынке. Собственно, можно на это посмотреть с другой стороны, да, вот, если мы возьмем тот момент, что когда у нас ФРС скупает облигации с рынка, у нас растут резервы банков, можно видеть, что вот такая вот у нас история получается, у нас коммерческие резервы банков, коммерческих институтов на счетах ФРС, они у нас продолжают расти, вот после вот такого снижения, мы вот видим, вот здесь было снижение, затем у нас пошел снова рост коммерческих резервов, они у нас растут тогда, когда ФРС нас скупает облигации с рынка, то есть, что происходит, ФРС, по сути, забирает у какого-то отдельного банка облигацию, да, берет в себе в активы и вместо этого зачисляет на его счет, создает, вот генерирует, грубо говоря, резервы у себя на счете. Вот, собственно, то есть генерирует свои обязательства и, по сути, обменивает одно обязательство, обязательство правительства, облигацию, обменивает на другую, на свое обязательство и получается то, что, грубо говоря, у коммерческих банков, у них растут резервы. И когда у них растут резервы, то есть, у них повышается общая ликвидность их портфеля, когда повышается общая ликвидность портфеля, то легче наращивать, наращивать кредитный, легче организовывать кредитный рост. А кредитный рост – это уже рост денежного предложения. То есть, когда у нас растут кредиты, рост кредитования – это, по сути, означает рост денежного предложения. Растет у нас денежное предложение, как мы знаем, это фактор как инфляции, так и слабого доллара. Собственно, поэтому, да, любые разговоры о том, что ФРС будет помогать правительству занимать средства для финансирования нового фискальной реформы, они все, вот эти все разговоры, все ожидания, все намеки, да, они все чреваты ослаблением доллара США, как раз таки вот, как я уже объяснил, да, вот эту цепочку, потому что это все ведет к воле-неволе, да, любые вот такие действия ФРС, в скупе гособлигается, они должны вести к росту денежного предложения. Конечно, они не ведут к росту денежного предложения тогда, когда у нас наблюдается рецессия, потому что кредитование у нас стоит на месте в это время, но когда у нас начинаются подъемы, ФРС в это время, если скупает облигации с рынка, то это вот как раз таки может стимулировать кредитный рост дополнительно и вызвать какое-то инфляционное давление, да, с этим связано, и вот из-за этого, конечно, давить на доллар. Собственно, поэтому, как только у нас, как мы видим, активизируется вся история с фискальными стимулами, да, с поддержкой ФРС, мы вот как раз таки видим, что действительно с начала февраля происходит как раз таки вот движение вниз, тогда, когда у нас стало понятно, что будет у нас фискальная реформа на 2 триллиона долларов, скорее всего, подключиться в ФРС, это будет вот в конечном итоге, это будет означать какой-то рост денежного предложения дополнительный, понятное дело, рост предложения доллара, цена доллара должна быть ниже, собственно, поэтому вот он и корректируется, поэтому он к этому такого чувствительного. Поэтому давайте вымыслить за тем, что же сегодня скажет у нас Джереми Пауэлл по поводу предстоящих планов правительства занимать, будет ли как-то ФРС правительство в этом способствовать, участвовать в этой затее такой интересной, и, конечно же, динамика доллара будет зависеть от того, насколько сильно ФРС приложит руку, да, к этому делу. Вот, собственно, и все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы, пожалуйста, можете их задать под видео, я буду рад их с вами обсудить, делитесь вашими дельными мыслями и комментариями под видео. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, ну или, собственно, дизлайк, чтобы я видел хоть какую-то от вас реакцию и понимал, в какую нужную сторону мне двигаться в объяснении материалов. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в против.